Манштейн в своих мемуарах запустил легенду о том, что операция «Цитадель» была свернута по приказу Гитлера, и главной причиной тому стала высадка союзников на Сицилии. При этом он уверяет, что если бы эту операцию начали в середине мая, то операция завершилась бы полным успехом. Эту версию тут же подхватили и другие немецкие генералы, не остались в стороне и западные историки. А что? Удобная отмазка. Великий Манштейн уже почти победил восточных варваров, но тут вмешались западные союзники, и не было никакого другого выхода, кроме того, как завершить так успешно складывающиеся операции, и вообще во всем виноват Гитлер. В настоящее время даже многие западные исследователи опровергают эту легенду. В их число входят известные немецкие историки Роман Теппель и Матиас Куль. Манштейн является одним из наиболее известных немецких военачальников Второй мировой войны. Нет, он не является лучшим, просто он сумел поднять свой рейтинг благодаря литературным способностям. В мемуарах «Утерянные победы» Манштейн утверждает, что если бы операция «Цитадель» началась в мае 1943 года, то ее успех был бы обеспечен, а ослабленные наступлением советские войска были бы разгромлены. Вот что он пишет. Начало операции «Цитадель» было назначено на самый ранний срок. Командование Е-группы предложило ОКХ в качестве этого срока начало мая, полагая, что к этому времени закончится период распутницы. Фактически, операция «Цитадель» могла начаться около середины мая. По словам Манштейна, 4 мая Гитлер проводит совещание в Мюнхене, на котором принимает решение об отсрочке начала операции в связи с ее неготовностью, несмотря на то, что генералитет уговаривает его не откладывать ее начало. А вот немецкий историк Роман Тепель называет это не больше, чем легендой и попыткой оправдать свои последующие неудачи. Почему-то немецкие генералы не вспоминают о погоде, которая стояла на тот период и то, что слякоть и распутиться могут сорвать любое запланированное наступление. Это еще раз подтвердили эпизоды, случившиеся на Курской дуге в самом начале операции, когда один-единственный дождь создал трудности танковому корпусу СС и дивизии Великая Германия. Вот что по этому поводу пишет другой известный немецкий генерал-мемоорист фон Меллентин. Курская битва началась ровно в 15 часов 4 июля, когда после короткой, но сильной артиллерийской и авиационной подготовки немецкие войска атаковали позиции русских. В полосе 48-го танкового корпуса передний край обороны русских проходил в 5 километрах южнее деревень Луханина, Алексеевка и Завидовка. Гренадерам и стрелкам при поддержке самоходных орудий и саперных подразделений к вечеру удалось вклиниться в оборону противника. Ночью подошли танки и гренадерская моторизованная дивизия Великой Германии получила приказ начать на следующее утро наступление на участке между населенными пунктами Сырцев и Луханина. Справа и слева от нее должны были наступать 11-я и 13-я танковые дивизии. Но как назло, прошедший ночью сильный дождь превратил местность по берегам ручья между Сырцевым и Завидовкой в сплошное болото, что очень сильно затрудняло овладение вторым оборонительным рубежом русских севернее ручья. Перед дивизией Великой Германии находилось болото, а по ее плотным боевым порядкам вела сильный огонь русская артиллерия. Саперы не смогли навести необходимых переправ. В результате многие танки стали жертвой советской авиации. Невозможно было преодолеть ручей и болото также и в ночь с 5 на 6 июля. И это лишь один ночной дождь сумел остановить на сутки наступление танкового корпуса и дивизии. А что было в мае 1943 года? Степель утверждает, что в первой половине мая 1943 года сильные дожди шли в районе предполагаемого наступления группы армий Юг. А вторую половину мая почти непрекращающиеся дожди лили в полосе группы армий Центр. Поэтому в связи с Распутицей любое наступление было бы обречено на неудачу. Утверждение Манштейна о том, что начни немца операцию в мае месяце и она привела бы к успеху, является не более чем сказкой на ночь. О ходе Курской битвы написано много и то, как она складывалась, мы сейчас разбирать не будем. А что же пишет Манштейн по поводу свертывания операции Цитадель? Он сообщает, что 13 июля Тюрерам было заявлено, что операцию Цитадель необходимо сворачивать, и причиной тому является высадка союзников в Сицилии. Стоит отметить, что к этому моменту группа армий Центр уже не в состоянии была вести дальнейшее наступление, ведь 12 июля советские войска начали операцию Кутузов, и положение немецких частей на северном фасе Курской дуги становилось угрожающим. Но Манштейн настаивает на наступлении, он полон сил и уверен в успехе, и Гитлер дал ему такое разрешение. Вот что пишет об этом сам Манштейн. После моего возвращения в штаб группы и совещания с обоими командующими армиями, 16 июля были изданы приказы, согласно которым мы должны были нанести удары противнику еще до окончания битвы в районе Курской дуги. Но 17 июля началось наступление Красной Армии в Донецком бассейне, и из группы армий Юг начали в спешном порядке выдергивать танковые дивизии и использовать их в качестве пожарных команд. В связи с таким уменьшением сил, командование группы было вынуждено отказаться от запланированных ударов, прекратить операции и вернуть армии на исходные позиции. А много ли своих частей отправил Манштейн в Италию? Туда был отправлен лишь личный состав танковой дивизии Лейпштандарт. При этом дивизия оставила всю технику на Восточном фронте, и случилось это в 20-х числах июля. Вдруг пришел приказ оставить танки. Они перешли к дивизиям «Мертвая голова» и «Досрайх». А нас переправили в Италию. В общем, мы прибыли в Италию без наших танков, хотя транспортные машины туда позже были переправлены. Танки же все остались в России. Так неужели высадка союзников на Сицилию и переброска в тот район личного состава одной танковой дивизии в 20-х числах июля сыграла роковую роль в провале операции «Цитадель»? Да нет. Немецкий историк Роман Тепель, работавший с немецкими и советскими архивами, утверждает, что это обычная легенда, выдуманная Манштейном для оправдания своих поражений. Главной причиной краха операции «Цитадель» были именно удары советских войск, нанесенные 12 и 17 июля. Даже командующий 4-й танковой армии генерал-полковник Готт еще 13 июля заявил Манштейну, что дальнейшее наступление невозможно. А теперь давайте подведем итог по поводу майского наступления. Вопреки словам Манштейна, в мае 1943 года, как утверждает Тепель, о немецких наступательных операциях не могло быть и речи, потому как неблагоприятные погодные условия попросту обрекали их на неудачу. По поводу провала операции «Цитадель». Стенограмму совещания 13 июля, на котором, по заверениям Манштейна, Гитлер заявил о необходимости прекращения операции, до сих пор обнаружить не удалось. Тем не менее, в журнале боевых действий ОКВ есть ссылка на стенограмму совещания. В ней говорится, фюрер заявил, что трусость итальянцев открывает противнику дорогу в крепость Европы с юга, после чего высказал намерение, вплоть до прояснения обстановки в Италии, приостановить операцию «Цитадель». Даже если это так и было, то стоит заметить, что Гитлер принимает решение не о прекращении операции «Цитадель», а ее приостановке, до прояснения обстановки. При этом он дает добро Манштейну на продолжение наступления. После провала операции «Цитадель» немцы перебросили в Италии всего одну дивизию «Левштандарт» и ту без техники, а в ноябре 1943 года эта дивизия вновь была переброшена на Восточный фронт. Остальные немецкие части, изъятые из группы армий «Юг», отражали начавшееся советское наступление. Так что высадка в Сицилии сыграла лишь косвенную роль в провале «Цитадели» и решающим быть ну никак не могло. Немецкие генералы в своих неудачах любили винить русские просторы, дороги, морозы и другие природные факторы. Или, как в случае с Курской битвой, главными виновниками стали союзники, высадившиеся в Сицилии. Им трудно было признать, что стратегически советское командование в летней кампании их переиграло в чистую, перехватило инициативу, которую уже не отдавало до конца войны. А у меня на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Оцените его, ставьте лайк или дизлайк и подписывайтесь на канал. Будет еще много интересного. Продолжение следует... Просто нам завещана от Бога русская дорога, русская дорога, русская дорога. Субтитры создавал DimaTorzok